Вот это повышение пенсионного возраста, оно последнее? Мы с вами понимаем, что такие решения не могут пересматриваться часто. Я напомню, что предыдущие решения на эту тему принимались там, условно, 70 лет назад. По пенсионному возрасту? По пенсионному возрасту, да. И очевидно, что и это решение рассчитанное на длительную перспективу. Как вы можете прокомментировать вот эту социальную сторону дела и недовольство людей тем, о том, что правительство говорит о высоких доходах, а доходов нет? У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений, проблем, доходы падали. В настоящий момент последние два года они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, неноминальных, реальных заработных плат, то это 7,6%. Человек приходит в поликлинику, врач ему выписывает рецепт, он идет в аптеку и видит, что там цены на лекарства растут. В следующем году, по некоторым данным, повышение может быть 10%, а может быть и еще больше, когда производитель начнет перекладывать на людей затраты по маркировке. Да, вот что собирается делать государство здесь и грозит ли нам дефицит лекарств? Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально и никакого повышения цен не предполагается. Мы повысили пенсионный возраст, мы повысили некоторые налоги, включая НДС. Мы сделали маневр в нефтянке, который грозит повышением цен на бензин. И в результате, с чем мы сталкиваемся со следующего года, мы удержим цены на продукты, на сервисы, на медикаменты, на все. Что дальше? Мы приняли решение. Это увеличение НДС. Причем НДС у нас за последние годы менялся. Я напомню, что в начале НДС в нашей стране был 28%, потом он был 20%, начиная с 1994 по 2004 год. Потом он стал 18%, и сейчас снова мы увеличили его до 20%. Почему мы приняли такое решение? Именно потому, что при всех издержках увеличения налогов, это наименее болезненная ситуация для людей. Что делать с этими чиновниками, которым кажется, что они могут изрекать? Они как будто бы новейший завет пишут, изрекают такие вещи, что просто диву даешься. Рад, ну что можно сказать? Мозги надо включать. Вот, собственно, и все. Продолжение следует...